Хороший, я думаю, матч, интересный матч. В некоторой степени результат, можно сказать, не такой, который, может быть, хотелось, как характер игры был, но в некоторой степени сыграли надежно, сыграли сухо, это раз. А второй момент, ну, сам матч, я считаю, что достаточно хороший, спасел футболистов. Ну, сегодняшний матч, на мой взгляд, это матч неиспользованных возможностей, я имею в виду голевых возможностей. Все-таки столько было моментов, голевых, они, конечно, к сожалению, не увенчались ялами. Вы с такой вот оценкой и согласны, что именно неиспользованы возможности? Может быть, конечно, хотелось бы, потому что то преимущество, которое мы имели, то, что мы реализовали, я скажу, даже и во втором тайме, понятно, что там все-таки давлевые результаты, и понятно, что после 70-й минуты было понятно, что тот, кто забьет, тот, в общем-то, и выиграет, и, я думаю, и одни, и вторые это понимали. И, конечно, это где-то давлевло, но не использовали возможности? Да, не использовали возможности, я с вами, может быть, и согласен. Но одновременно я также буду согласен с тем, что мы скажем, что команда играла хорошо, играла хорошо, команда прессинговала, прессинговала, команда отбирала, отбирала, команда создавала хороший потенциал голевый, да, где-то не получилось забить, тоже верно. Ну, это часть футбола, это часть игры, я не думаю, что тут надо как-то фатально к этому подходить, и более того, катастрофизировать эту всю ситуацию. Надо признать то, что мы здорово играли, хорошо играли, ну, и где-то, может быть, не повезло, с одной стороны, а где-то, может быть, с другой стороны, и повезло, потому что в первом тайме соперник имел момент и не забил, может быть, чуть правее, левее, и был бы гол, хотя надо отдать должное, и Ваненко хорошо выдвинулся, и во втором тайме какой-нибудь длинный удар мог бы и залететь в ворота случайно. Соответственно, ну, как произошло, так произошло. В рамках игры и в рамках командной работы я думаю, что мы в правильном направлении правильно держимся. Я далек от мысли, что команда плохо играла, далек, наоборот, вот и первый тайм именно... Ну, я в целом, я развил. Не дало, как говорится, ей дышать руку, особенно в первом тайме. Ну, просто голевые возможности не были. Ну, я согласен, ну, не реализовали, не реализовали, как бы, это же, знаете, как часть игры, конечно, тут надо признать, что мы в стонусы выпали игрового, выпали на достаточно промежутых времени, сейчас сыграли, сейчас опять две недели пауза, и кому-то пауза надо, нам не надо, нам надо играть, нам надо двигаться. И крайне тяжело команду держать в томности на протяжении такого длинного периода времени, и товарищеских матчей не найти. Может быть, если кто-то и имеет возможность сыграть товарищеский матч, Дмитрий, пожалуйста, обязательно это оставить в трансляции и написать в доме, был бы не против сыграть товарищеский матч в футбольном полгоне. Потому что найти действительно крайне сложно, потому что у всех чемпионаты, и кто был в Беларуси на сборах, все уже начали чемпионат уехать. Конечно, игровой практики. Иван Сергеевич, поиграли счет, как считаете? Поиграли счет? Счет такой, какой он есть. Ты родился с длинным носом. Поделывали это или не поделывали? Родился и родился, так как и тоже. Вот именно ваше впечатление о том, что все-таки, ну, чего не хватило? Удачи? Выдержки? Или... Не хватило и удачи, не хватило и выдержки. Понимаете, команда проходит становление, и когда ты играешь, ты играешь с позиции силы, ты доминируешь. Надо это принять, и принять это как должное. Не принять то должное, то, что ты играешь, ты прессингуешь, ты вдавлеешь. И принимать уже как результат то, что ты в такой футбол играешь. А принимать то, что ты играешь в такой футбол, ты красив, ты замечательный, но одновременно этого мало. Надо еще гол забить. Вот пока мы в этом становлении, то, что да, мы играем, мы играем хорошо, но нам надо забивать, нам надо голы, 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 приумножать. И трансформировать это все именно в голевые моменты, чтобы это все аккумулировалось. И мы голевые, в голы, не голевые моменты, а голевые моменты создаем, а именно в голы. Вот это бы хотелось бы. В первом тайме сложилось, ну, в личном у меня впечатление, что Гомель прямо задавил рук, да? И, опять же, это была ваша установка играть первым номером, или просто ребята так улучшили, ну, то есть, или рук просто сам по себе просел, и ребята почувствовали волю? Ну, мы требовали, чтобы мы играли агрессивно, мы доминировали, и даже не то, что доминировали, это неправильно я чувствую. Но в движении, акцент и был в движении, вот это был и Гомз, и чтобы Гомз остался, чтобы выпустить его с замены, и чтобы он продолжил эту силусть. Только акцент был на то, что мы пристроимся немножко на другую систему 4-4-2, и с 4-4-2 попытаться более, еще так же агрессивно, так же мобильно выдвигаться, выдвигаться, выдвигаться. В общем, то, что Дима очень хорошо этот компонент чувствует и реализует, но немножко у него не получилось. Это тоже, я думаю, что связываем и когда-то он болел, и карточки, и одновременно сейчас еще и ползу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спасибо.